друзья сегодня вы отправитесь вместе с нами в путешествие на один из самых чистых водоемов на всей планете это озеро тургаяк по чистоте и прозрачности воды тургаяк занимает второе место среди всех озер россии ну а на первом месте как вы наверное уже догадались находится озеро байкал тургаяк внесен в список 100 самых ценнейших водоемов земного шара и является охраняемым природным памятником россии по некоторым данным возраст этого озера колеблется от 10 до 15 миллионов лет самая распространенная легенда в образовании озера тургаяк виноват пролетающий метеорит который когда-то очень давно упал в уральских горах тем самым выбив большую воронку со временем в этой котловине образовалось озеро тургаяк это огромная гранитная чаша наполненная чистейшей родниковой водой поскольку выпадающие осадки проходят через гранит и таким образом происходит своеобразная природная фильтрация в этом озере практически нет водорослей и планктона им попросту нечем питаться поэтому водоем никогда не цветет воду можно пить прямо из озера прозрачность воды не уступает байкальской среднее расстояние видимости дна составляет 15 метров это при средней глубине около 19 метров по современным данным площадь озера составляет около 26 квадратных километров на тургаяке находятся 10 островов самый большой и популярный из них это остров веры тургаяк до сих пор хранит в себе огромное количество загадок стоит отметить тот факт что на острове когда-то жили люди со времен бронзовой эпохи это видать те же люди что и саркаима о которых я рассказывал вам в прошлом своем выпуске в этих местах были обнаружены различные предметы быта древних людей доисторические лодки каменные постройки а также пещеры которые являлись их домом сегодня тургаяк это один из красивейших водоемов на всем урале который притягивает к себе отдыхающих со всей россии озеро тургаяк расположена неподалеку от города миас в челябинской области расстояние от челябинска до тургаяка составляет 117 километров ну а если вы поедете из екатеринбурга то расстояние до озера составит 230 километров на тургаяке расположено много отелей санаториев баз отдыха некоторые люди приезжают даже в домах на колесах но большинство туристов приезжают сюда также как мы с палаткой первым делом когда приезжаешь на такое красивое место нужно приготовить себе вкусный обед виде овощей из кумбрии горячего копчения в этот раз мы как всегда взяли с собой пикниковый чемоданчик который когда-то сделал мне мой папа из одного такого небольшого чемоданчика мы получаем сразу столик мангал решетку для приготовления шашлыка и металлические пластины для коптильни вот у нас сейчас готов стол обеденный стоит мангал ужин получился настолько вкусный что даже оса не удержалась после вкусного обеда и хорошего отдыха нужно обязательно искупнуться а то как это побывать на одном из самых красивых и чистых озер планеты и даже не поплавать нет я так точно не могу и тут я могу вам сказать следующее это вода вообще просто сказка она поначалу кажется немного прохладной но когда ты ныряешь то тут же быстро привыкаешь к ее температуре наверняка многие из вас видели озера реки но вы только посмотрите насколько тут прозрачная вода чистота здесь такая что даже дно просматривается после купания нужно обязательно переодеться в сухую одежду выпить согревающего чая и просто поболтать о жизни атмосфера тут вообще просто классная кругом очень много людей все с палатками а кто-то даже с двумя отовсюду идет дымок и запах дровишек здесь здорово но природа просто потрясающая и и день пролетел очень быстро и незаметно на улице уже вечереет в этот раз мы решили подготовиться основательно и взяли с собой лампочку на солнечной панели на которую я когда-то уже делал обзор в течение дня и до позднего вечера она у нас заряжалась от энергии солнца ну а когда на улице стало совсем темно мы ее включили и наша палатка засверкала всеми красками но внутри палатки мы чувствовали себя как дома примерно в 12 часов ночи все кто приехал отдохнуть на озеро стали выключать музыку и ложится спать утро было очень хорошим во первых мы уже привыкли спать в палатке во вторых в этот раз мы взяли с собой надувные подушки ну и в третьих было уже как-то более-менее комфортно сравнение с прошлым разом за ночь на нашей палатке появилась даже маленькая паутина вот такие вот быстрые лесные паучки чтобы хорошенько взбодриться мы заварили себе зерновой кофе его правда нужно было сначала помолоть но нам не хотелось этим заниматься до получился слабенький но на природе все равно отличный кофе в таких условиях очень хорошо бодрит и согревает вообще хотелось бы как-нибудь приехать на озеро тургаяк не только отдохнуть но и порыбачить в этом озере водится такая рыба как карась чебак щука окунь ясь и другие разновидности рыб рыбачить можно как с берега находясь например на пирсе так и с лодок и вот при ловле с лодки шансы поймать солидную рыбку будут гораздо выше друзья напишите пожалуйста в комментариях как вам это местечко приехали бы вы сюда отдохнуть на пару денечков лично нам озеро тургаяк очень сильно понравилось и мы теперь будем приезжать сюда каждое лето спасибо за то что посмотрели это видео до конца буду благодарен всем вам за поддержку виде лайков и подписки на канал ну а с вами был как всегда колян всем вам желаю удачи и всем пока пока до субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok